Россияне, которые хотели заморозить Европу, этой зимой могут замерзнуть сами, причем насмерть. Уже несколько таких случаев произошло, когда из-за отсутствия отопления в домах и квартирах находили обледеневших жильцов. Батарея половина ледяная. Приезжает комиссия, ходит, смотрит и пишет, что все прекрасно у нас и замечательно. Желаю этой комиссии, чтобы они так жили, как мы живем сейчас. Получается нет циркуляции, забиты все трубы. ГВС такой же, у нас с котельной выходит одной трубой, потом получается все, что в отоплении, то же самое и в ГВС. Все грязное, вонючее, с песком, с фракциями, неизвестно, что за субстанция, вообще оттуда льется. Люди даже не выключают бойлеры, понимаете, горячая вода идет ржавая, коричневая, вонючая, ужасная вода. Возможно детей, мы активит у детей, песок просто в ванной, черный. В 22-м году собирали осенью штаб из-за того, что не было отопления, администрация, чиновники, суправляющие... Сейчас российские холопы массово становятся на колени и просят Путина дать отопление в их дома. Оказалось, нефтегазовая недосверхдержава, получающая рекордные прибыли от продажи энергоресурсов, не может банально дать тепло в свои регионы. Вам обращаются жители деревни Ушакова, Кереваловского муниципального образования Тюменской области города Тюмени с просьбой о помощи. Наш населенный пункт сталкивается последние годы, особенно этой зимой, с постоянными проблемами и перебоями в электроснабжении. Наши дома постоянно размораживаются, подключаются от света улицами или всем населенным пунктам, либо полностью, либо частично. Низкое качество входящего напряжения, что выводит из строя наши электроприборы. Дома размораживаются, в домах находятся старики и дети. Еще недавно российский сброд угрожал Европе отключить газ и заморозить ее. Он думал, что немцы и французы приползут к ним на коленях и будут умолять подать немного газа для тепла. Однако оказалось, что Европа легко обходится без российских ресурсов, а сами россияне могут замерзнуть в своих жилищах. Вот уже полтора месяца мы не можем давиться от управляющей компании и обслуживающих организаций нормализации центрального отопления и подачи горячего водоснабжения. Все наши платежи в прямом смысле стекают в канаву за нашей спиной. Ранее администрация городского округа Химки заявляла, что город подготовлен к длительному сезону и все необходимые работы проведены. В итоге мы оказались заложниками обмана и теперь вынуждены замерзать в холодных квартирах, при этом оплачивая коммунальные платежи в полном объеме. Отдельно просим помощи в решении вопроса с температурой учебных и дошкольных учреждений. Также, Владимир Владимирович, просим помощь в организации работы управляющей компанией и жилищными, которые отказываются выполнять работы по отслуживанию нашего дома согласно графику и нормативам. В новостях регулирует информация о предлежащихся банкротствах, ограничениях, администрациях. Сейчас у россиян можно спросить, что у них с лицом, видимо у них что-то не получилось и теперь они замерзают сами. Смех этой ситуации в том, что Украине даже не пришлось бомбить российскую энергосистему, она рушится сама. Уже много лет в зимний период мы сталкиваемся с проблемой постоянного прорыва гнилых труб, так как их замены не было уже более 30 лет. В этом году, с начала топительного сезона, мы вынуждены находиться в холодных квартирах и без горячей воды. Вот она такая реальность, которую не видели российские ватники. Они до сих пор не понимают, что кремлевская хунта ничего делать не собирается, а все деньги идут на нападение на Украину. И пока этот режим у власти, их ждут годы нищеты. Мы замерзаем в своих домах. За последнюю неделю у многих жителей из-за продолжительного отключения электроэнергии вышли из строя газовые котлы, электрокотлы и разморозилась система отопления. Также происходят постоянные скачки напряжения, из-за которых выходит из строя бытовая техника. Виной всему полное отсутствие развития систем электроснабжения в Тюменском районе и, соответственно, в Московском муниципальном образовании.